Я хочу, чтобы вы увидели, что вся ваша жизнь от самых мелчайших вещей наполнена тревогами. И все, что вы делаете, вы делаете потому, что у вас здесь есть это жило. Все, что вы делаете. Зачем вы работаете, если кто-то работает здесь? Чтобы с голоду не помереть. Улавливайте. Или для того, чтобы уважали. Потому что все-таки я на работу хожу. Ну, и иногда там еще кое-что происходит. Но, думаю, работаете не так. Хотя, если вы будете бедные, девушки вас будут обходить стороной. Они так тоже продумали этот вопрос. Любое действие, которое мы совершаем, мы совершаем, потому что мы тревожимся. Углавливаете? Все в вашей жизни есть результат вашей тревоги. Что такое шило? Это то, когда вы ищете дополнительную работу. Когда вы пытаетесь очень хорошо одеться. Бегаете по магазинам, чтобы там юбка сидела, понимаете, там и все. Значит, и прочее. Все это – результат нашей тревоги. Значит, к сожалению, просто мало рисков. Но самая главная проблема, что механизм развития вот этого страха связан с представлением последствий. О чем идет речь? Значит, вот вы же, когда боитесь, вы же боитесь, что что-то произойдет неприятное, да? Ну, если у вас, вы чувствуете, что что-то с сердцем, вы же не боитесь сердца. Вы боитесь, что вы умрете, потому что сердце не заработает, да? Если вы боитесь, что вы будете выглядеть некрасиво, когда придете на вечеринку, и поэтому надо долго и мучительно 25 раз менять наряды, да? Вы боитесь того, что на вечеринке будет что-то плохо. То есть мы всегда думаем о том, что случится в будущем. И, представляя себе это будущее, мы находимся с вами в тревоге. Эта тревога заставляет нас действовать. Теперь вопрос. Вот раньше нам формировали всегда тревогу за будущее. Говорили, будешь плохо учиться, будешь дворник. А все знают. Дальше, как выбирай профессию, значит, чтобы всегда можно было на хлеб заработать. Это тоже питерская, мне кажется, в значительной степени, потому что у нас с хлебом иногда были перебои. Вот. Значит, то есть нам всегда выстраивали большую отдаленную перспективу, которая заставляла нас на протяжении длительного времени находиться в тревоге и делать что-то для того, чтобы это ужасное будущее не наступило. Да? Точно так же, например, нас всегда пугали, что мы можем... Как к тебе люди будут относиться? Вот такое было. Сейчас вот кого можно напугать этим? Как к тебе люди будут относиться? Что люди скажут? Вообще, катастрофа же, понимаете, раньше была. Что скажет Марья Сергеевна, или как там ее звали-то? Ну вот. Да. И у нас всегда пугали отдаленным будущим. В результате у нас формировался большой временной лаг. То есть, условно говоря, вот здесь будущее. Ужасное. Бедность, неуважение, отсутствие работы. И дворник. Рисую лопату. Я сегодня прямо живописью какой-то. Да? Они у меня все похожи. Ну ладно. Значит, да. У нас было удаленное будущее. А смотрите, что сейчас происходит. Значит, на какой отдаленности будущее вас пугает? Вы вообще представляете, что будет через 10 лет вашей жизни? Я вот раньше, у меня, когда я принимал на работу, я же большой начальник был, принимаю на работу, говорю, что вы, что, аж какой план на ближайшее, что через 10 лет? Как себе представляешь жизнь? Это был там 2007 год, 2009, 2010. И мне говорили. После этого в 2014 году мне предложили 5 лет. То есть, говорили, а давайте на 5. Сейчас я боюсь спрашивать, чтобы мне не сказали, что в целом у меня план на завтра. И то пока такой. Значит, из-за того, что мы с вами оказались в этом новом времени информационной, назовем прямо, псевдодебильности, у нас вот эта штука начинает сжиматься. Я даже написал в свое время книжку «Складка времени». То есть, у нас это время, оно как бы сложилось. Оно должно было быть здесь, а оказалось вот здесь. В результате, не имея будущее, на котором мы тревожимся, тревога, что мы вот здесь будем делать? Ничего. А что будет с нами, если мы ничего не будем делать? Да. Отсюда информационная псевдодебильность. Потому что что делаем, когда остаемся один на один с самими собой? Интернет. Схватили телефон. Восемь часов, восемь часов, двадцать пять минут. В сутки. Я сплю шесть. Это среднее время пребывания в интернете. Ну, использование всех телефонов, гаджетов и так далее. Да, компьютеров. Если вы думаете, что это все субъективно, если вы побывали в социальной сети и провели там, например, час, там есть субъективное искажение времени. Реально вы провели два часа. Компьютерные игры и прочая вся луда, новости, очень много важных новостей. И вот наша с вами конструкция, что мы из-за этой нашей тревоги становимся цифровозависимыми. Потому что зависимость – это еще один способ справиться с тревогой. Потому что у вас идет постоянный приток информации сюда. И вы должны обработать. Что случится? Вот случится, а где-то упал самолет. Да? Это невротический страх, если что-то не так. Где-то упал самолет. Все, апрель нульный. Очень важно. Он упал. То, что у нас на дорогах ежегодно гибнет 35 тысяч человек. На дорогах. А в самолете погибло там где-то что-то там 200. Это мы как-то нет. Это слишком нужно мозг развернуть, чтобы понять, что вообще надо за рулем не пить и не смотреть телефон и не разговаривать по нему. Это нам сложно. Слишком сложная идея. И вот что такое цифровая зависимость. Вы начинаете грузить сюда. Это же тревога. Не пришло ли сообщение? Не пропустил. Может, письмецо какое-то в конверте? Или там, а что с лайками? Тревога. И все занимаем. И дальше говорит, а давайте мы вас оставим без интернета. И молодые люди, да, 15-25%, 25%, они готовы на все, что угодно, только бы, чтобы их не лишили интернета. Это уровень цифровой зависимости в зависимости от страны. То есть цифровой зависимости в болезненной форме. То есть если у них лишают, то у них начинается ломка. Реально. Просто нахлобучивает. Почему? Потому что вот эта информационная среда превратилась для нас, решает эту задачу. Улавливайте в чем беда. Теперь вопрос. Мы же тут развиваться с вами собрались, да? Я же с этого все не начал. Вопрос как? Вот в данной конструкции, в которой мы оказались, это становится крайне сложным делом. И единственное, что нас может из этого вытянуть, это наше социальное взаимодействие. Только когда есть другие люди, с которыми вы находитесь, как бы сказать, в коммуникации, для которых вы хотите что-то делать, с которыми вы хотите что-то делать, потому что индивидуальный инстинкт самосохранения у нас отключен, с половым сейчас стало не модно. Ну, много мороки. Раньше же было сложно все. А сейчас там в Тиндере зарегистрировался. Привет. И сыпется, и уже есть внимание. В целом можно и не продолжать. Девушки довольны. У мужчин еще порнографию выдали в больших объемах. И все. Чего допрягаться-то? Правильно ли? Единственное, что у нас здесь остается, это иерархический инстинкт. Ну, и социальный инстинкт. И вот мы... Но при этом мы же с вами предельно асоциальны. Плавливайте. И вот если говорить про выход из всего этого безобразия, то он, в общем, очень ограничен. Вы должны иметь совместные планы с другими людьми. Это все, кто уже проходил на красной таблетке. Один из трех критериев полноценных отношений. Кто не дошел еще, предстоит. Только в тот момент, когда у вас появляются совместные планы с другими людьми, у вас появляется перспектива. И когда вы заглючиваете обратно куда-то, появляется... У экклезиаста есть такое... Вот это вот... Вот это вот там, где вот это... Время разбрасывать камни, время собирать их, время обнимать, время отнимать объятий. И дальше... И если один идет и упадет, то кто поднимет его? Если двое идут, то... А, если двое идут, и один упадет, тот поднимет его? Значит, а если один идет, то упадет и не встать. Вот здесь вот, когда вы начинаете... Ваша временная перспектива начинает сворачиваться, если у вас есть совместные планы, то другой человек говорит, секундочку, кто-то начал филонить и вынимает вас сюда, и говорит, тревожься, а то лопата будет. Потом другой залипает. А то там, секундочку, у нас дела. И вот таким образом, понимаете, вы себя вынимаете из этой складки. Улавливаете. Совместные планы с другими. У вас много совместных планов с другими людьми? Я вам должен сказать, что те, кто пишет мне отчеты, там есть вот это вот, когда надо совместные планы. Со второй половины. Со второй половины совместных планов нету. Да идут двое. Только вот так, да? А дальше что? На работе? Сейчас нет. Ну как-то отсидели, убежали. Что там, скорее все закончить? И так далее. Спасибо.